Я сейчас нарисую 16 геометрических фигур. Пожалуйста, вы тоже себе в тетрадь, все их нарисуйте, и рядом с каждой напишите, как она называется. Это квадрат. Вторая, сейчас узнаете зачем. Вторая, ромб, не являющийся квадратом. Третья фигурка, полукруг, половина круга. Четвертая, прямоугольник, не являющийся квадратом. Пятая фигура, угол. Шестая фигура, прямая. Седьмая фигура, круг. Восьмая, прямоугольный неравнобедренный треугольник. Просьба без ошибок, прямо так и написать. Простите, а вы не понимаете четвертую фигуру? Ой, ну неужели вы не помните, как она называется? Прямоугольник, не являющийся квадратом. Вот, я лучше восьмой экзамен пишу. Прямоугольный. Прямоугольник, это значит, что у него один из углов 90 градусов прямой. Неравнобедренный треугольник. Прямоугольный неравнобедренный треугольник. Девятая картинка. Квадрат с диагональю. Квадрат с диагональю. Десятая. Знак красный крест. Ну, знаете, наверное, что такое красный крест? Нет. То есть, врачам никогда не впадать, что ли? Это такой медицинский, на машинной скорой помощи такое можно увидеть. Значит, знак красный крест. Одиннадцатое. Пожалуйста, быстрее, потому что еще стирайте. Одиннадцатое. Равнобедренный неравносторонний треугольник. Пишет. Равнобедренный. Равнобедренный. Неравносторонний. Неравносторонний треугольник. Что такое равнобедренный? Значит, у него есть две стороны одинаковой длины. Неравносторонний, значит, длина третьей стороны отвечает. Так, господа, все переписали вот эти четыре фигуры? Так, первое, квадрат, второе, ром, не являющийся квадратом, да? То есть, он сильно вытянутый. Третье, полкруг, четвертое, прямоугольник, не являющийся квадратом. Так, быстрее это записывается. То есть, первое, квадрат, второе, ром, третье, полкруг, четвертое, прямоугольник, не являющийся квадратом. Пятое, пункт, шестое, прямая, седьмой круг, восьмой, прямоугольный неравноведренный треугольник. А теперь могу первое четыре сказать? Нет, тут же, да. Быстрее, что такое? Да, от себя, ты сам, что? Неужели так, неужели? Первое четыре. Да, должно быть. Вам, да, должно быть. Двенадцатое. Посмотрите, а девятое, десятое, это что? Десятое, красный крест. А восьмое? Эллипс. Это двенадцатое. Восьмое, прямоугольник, неравноведренный треугольник. Что вы думаете? Нет, то, что на свете есть много фигур, спасибо, я знаю. Мне просто нужны сейчас именно лечки. Итак, двенадцатое, тренадцатое, две параллельные прямые, тренадцатое, две параллельные прямые, четырнадцатое. Это кольцо. Кольцо образовано двумя окружностями с общим центром. То есть надо в одну и ту же точку поставить ножку циркуля. Да что? Что? Ну, конечно. Так, пятнадцатое, шестиугольная снежинка. Шестиугольная снежинка, это вот что такое. Пятнадцатое. И шестнадцатое, это буква, я не знаю. А теперь задание. Около каждой фигуры написать, сколько осей симметрии эта фигура имеет. Ну, например, давайте. Сколько осей симметрии у угла? Одна. На самом деле, одна. У угла одна ось симметрии. Сколько осей симметрии у круга? Десять и четыре. Бесконечно. А можно про? Потому что, чем угодно? Потому что вы проводите через центр любую прямую, и получается бесконечно любая прямая ось симметрии. У прямоугольного неравнометренного треугольника вообще нет осей симметрии. У квадрата с диагоналями сколько? Четыре. Одна. А давайте смотреть. Две, четыре. Интересно. Вот это ось симметрии. Одна. Четыре. Четыре. Две. Три. Шесть. Три. Ух ты, мне с самого начала правильно сказали. Действительно четыре. Действительно четыре. Так, а у красного квеста? Одна. Две. Две. Три. Четыре. Три. Три. Тоже четыре. Здорово. А у равнобедленного неравностороннего? Одна. Одна. Вот это, да? Одна. Замечательно. Одна. У кольца? Одна, одна, одна. Ну, конечно, конечно. Одна. Так, у кольца сколько? Бесконечно. Бесконечность. У снежинки. Вот у такой замечательной шестриугольной звезды сколько? Ну, раз. Давайте посмотрим. Одна. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Много. Шестая. Шестая. Паму шесть. Или нет? Паму шесть. Давайте напишем шесть. Хорошо. Здесь сколько? Бесконечно. Две. Здесь две. Здесь сколько? Одна. Неправда. Две. Любая вертикальная прямая, это уже симметрия. Здесь бесконечность. Так, здесь сколько осей симметрии? Бесконечность. Конечно. Любая вертикальная. На самом деле это тоже, но любая вертикальная. Так, давайте вернемся к первой фигуре. У квадрата сколько? Четыре. Четыре. Правильно. У ромба, не являющегося квадратом, сколько? Четыре. Четыре. Две. 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 Отлично. У полукруга. Одна. Одна. У прямоугольника, не являющегося квадратом. Четыре. Две. Две, конечно. Две. Вот и все. Все хорошо.